Здравствуйте, друзья! И особенно здравствуйте мои друзья из ФК РГГУ, особенно студенты, которых мне посчастливилось учить, и те, конечно, которых мне учить не посчастливилось. Я решил немножко рассказать о том кружке живой латыни, который я решил организовать по вторникам в 18.40 на нашем четвертом этаже первого корпуса ФК РГГУ. И решил немножко вам поведать, почему полезно вообще учить наравне с новыми языками также и древний латинский и греческий активным методом. То есть методом разговора, методом писания, методом театрализации и так далее. Подобно тому, как это делают с новыми языками, и наверняка вы учились на хороших курсах немецкого, французского и английского. Для филолога-классика, и уж тем более для историка-классика, которому приходится перешагивать через текст, через язык, чтобы делать какие-то большие выводы, скажем так, исторического событийного характера, знать латинский и греческий необходимо как можно более активно. А уж что касается латинского языка, то знать его нужно едва ли не лучше, чем английский, и уж точно не хуже немецкого, французского, итальянского и прочих языков, которые нам необходимы для занятия студия-классика, скажем так. Что мы будем делать на этом кружке? Собираясь раз в неделю, естественно, многого мы не сделаем. Единственная моя цель, чтобы не было таких случаев, которые в последнее время участились, когда спрашиваешь у студента даже более-менее старшего курса, как будет глагол «любить» по-латыни или «верить», и он не может ответить. Потому что если вы можете узнавать слово в тексте, это не значит, что вы язык знаете. Для филолога-классика, которому приходится заниматься критикой текста, взвешивать разные рукописные чтения, знать латинский язык, и греческий, разумеется, нужно как можно более активно. И совершенствоваться нужно ежедневно, на самом деле. Так, чтобы любое латинское слово вызывало в памяти целый веер ассоциаций, веер ассоциаций синонимических, антонимических, фразеологических и так далее. Чтобы не превращаться в какого-то любителя криптографа или расшифровщика-недоучку. Именно поэтому «живая латынь», в кавычках, скажем так, разговор на латинском языке, а также на греческом, это невероятно важная штука. Я знаю это по себе, я уже много раз об этом говорил, что как только после пяти лет классики и трех лет аспирантуры я в первый раз стал учить своих школьных учеников латинскому языку, буквально за несколько месяцев моя латынь стала раз в 20 лучше, чем была прежде, которая прежде была основана на чтении. И это при том, что в университете, в отличие от вас, дорогие мои регушники, мы много переводили с русского на латынь, с греческого на латынь, с латыни на греческого и обратно. Поэтому более-менее, так сказать, активными языки у меня были. Но не настолько, не так активны, как тогда, когда я стал говорить сам, стараться латинский язык буквально поместить себе в рот, да, кроме руки, понятное дело, потому что писать, естественно, очень важно. Что мы будем делать? Мы будем с вами заниматься по самому такому распространенному языку латинского языка, по которому учат прямым методом. Это по учебнику «Фамилия романа» Ганса Эрберга, а также по книге «Экзеркития латина», которая является, собственно, книгой упражнений к этому учебнику. Будем много обсуждать, будем много говорить, делать диалогов, театрализованных действий так, чтобы мы одновременно говорили и делали, например, глаголы. Я говорю «кура» и вы бежите, я говорю «скрибы» и вы пишите, я говорю «сальто» и вы прыгаете, да. То есть каждый урок этого учебника состоит из повествовательной части и идеологической, театрализованной, драматической части, которую мы все время будем, естественно, осуществлять собственными телами и говорить собственным языком те фразы, которые здесь написаны. Разумеется, мы будем обсуждать какие-то другие вещи, повседневные. Я не фанат, как бы, не считаю, что объяснение обычных вещей на латыни – это великая вещь, но это очень хорошая тропинка к хорошему знанию той латыни, к которой мы стремимся, а именно классической и ренессансной вообще новой латыни. Ну, про средневековую я молчу. Вот, что еще мы будем делать? Мы будем делать упражнения, мы будем много переводить с русского, мы будем попутно, временами, брать какие-то кусочки из авторов, чтобы у нас были неадаптированные тексты, и будем их обсуждать, как прозаические, так и поэтические. Вот, заданий будет много на неделю, поэтому будьте готовы, что будет много домашки, но она всегда распределяется мною так, это знают мои студенты, в том числе нынешние по-греческому, что я задаю много, чтобы вам было каждый день что делать. Потому что при занятиях языком, так же, как и при занятии любой сложной вещью на самом деле, нужно помнить одно правило. Один день позанимался хотя бы пять минут, один день у тебя на счету, один день пропустил, десять дней занимался зря. Правило звучит жестко, но, тем не менее, это на опыте проверяется. Поэтому приучайте себя сразу каждый день читать страничку латинского, страничку греческого текста, как это делаем все мы, наученные этому нашими учителями в университете. Ну и на этом все. Надеюсь, мы увидимся уже 25 октября 2022 года. На четвертом этаже первого корпуса, на ИВК РГГУ. И начнем с вами заниматься. Так что, до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова